В притчах 13.23 Писание гласит, что богатство грешника сберегается для праведного. Это произойдет в наихудший для этого мира момент. Бог возьмет их деньги и отдаст их в ваши руки. Вы слышали, что я сказал? Вы спросите, почему? Вот ответ. Потому что богатство грешников принадлежат праведникам. Во время одной из недавних огненных конференций пастор Бенихин рассказал о шести переходах богатства в руки праведников, о которых написано в Библии, а также о том, что вскоре должен состояться седьмой переход. И вот супердержава под названием Египет. У них больше золота и серебра, чем у любого другого народа на планете. Но бог сказал Моисею, возьми это. По сути, бог еще до этого сказал Аврааму, что его народ выйдет из Египта с большим имуществом. Когда в третьей главе книги Исход Господь встретился с Моисеем у горящего куста, он упомянул об этом и сказал, «Когда я выведу их, то они выйдут с большим имуществом и оберут египтян». Когда Бог благословляет вас, то Он благословляет вас обильно. И Библия говорит, что вы не заработаете это сами. Израиль не заработал этого сам. Бог дал им египетские богатства. И позвольте сказать вам кое-что. Часто мы с вами думаем, «Мне сложно принять тот факт, что Бог даст нам богатство нечестивых». Подождите минутку. Он уже сделал это шесть раз, и об этом говорится в Библии. Это уже происходило шесть раз. Не один раз, а шесть раз. Когда? Хорошо, я расскажу вам. Первым был Авраам. Затем Исаак, Иаков, Иосиф, Израиль, Соломон. В третьей книге царств, 10.23, Писание говорит, что Соломон был самым богатым царем на земле. И превосходил всех царей земли богатством и мудростью. Соломон был настолько богат. Он был самым богатым человеком на земле. Следующий в очереди, номер семь. Это вы. Поднимите руки и скажите, я седьмой. Так говорит Библия. Притчи 13.23. Богатство грешника сберегается для праведного. Сколько праведников здесь сегодня? Вы следующий. Скажите, я следующий. Скажите, Авраам был первым. Исаак вторым. Иаков третьим. Иосиф четвертым. Израиль был пятым. Соломон шестым. А я буду седьмым. Будьте седьмым, хорошо? Вы номер седьмой в небесный покой. Мне это нравится. Бог даст вам богатство грешника. Так же, как он сделал для Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа. Для каждого из них. Потом был Израиль, Соломон. А вскоре дойдет очередь и до вас. Сверхъестественным образом. Что же они сделали? О чем Бог попросил их? Почему Бог так благословил Израиль? Почему Господь дал им сокровища Египта? Потому что, помните, прежде Бог попросил их о приношении. Вы спросите, какое приношение? Агнец. Прежде чем к ним пришли деньги, Бог сказал, принесите мне агнца. Заколите агнца. Каждая семья должна была принести агнца. Он сказал, заколите агнца. Они убивали животное. Бог сказал, покропите кровью. Они так и сделали. Сразу после этого Господь сказал, теперь пойдите и возьмите деньги у египтян. В результате этого приношения произошла большая жатва. Когда израильтяне вышли из Египта, то вся египетская земля была обобрана. Но Бог еще не закончил свою работу с Египтом. И египтяне стали преследовать израильтян. Бог сокрушил Египет. И через несколько дней Бог сокрушил египетскую армию. Когда Бог поражает врагов, то поражает полностью. Послушайте меня. Вскоре вы будете выносить золото и серебро. Не для собственной выгоды. Но к славе имени Иисуса, Сына Всемогущего Бога. Потому что позже Бог сказал, «Постройте мне Скинию». Перед своей смертью Давид собрал все золото, и уже лежа на смертном одре, он сказал своему сыну Соломону, вы можете прочесть это в Писании, Давид сказал, «Я приготовил это для храма». Затем он призвал народ, чтобы они приносили золото, и отдал это своему сыну. Библия точно говорит, сколько золота Давид отдал Соломону для постройки храма. Обо всем этом написано в ней. Братья и сестры, золото приносили ящиками, один за другим. И Давид сказал, «Все это для храма, сын мой. Бог даст тебе еще больше, потому что храм, который ты построишь, будет храмом Господу». Израиль приносил большие жертвы, и Бог благословлял их чрезмерно. Через несколько мгновений пастор Бенни поделится личным свидетельством о том, что послушание Божьим заповедям является ключевым фактором для получения Божьего благословения. Итак, давайте послушаем рассказ пастора Бенни о том, как он научился следовать примеру Писания о тех, кто принял сверхъестественное излияние Божьих благословений. Народ Божий, послушайте меня. Послушайте внимательно. Будьте внимательны. Если вы не будете послушны Богу сегодня, то завтра вы проиграете. Люди, которые не были послушны Богу в Ветхом и Новом Завете, были отрезаны от собрания праведников. Бог судил их за непослушание. Но те, кто были послушны Богу, как в Ветхом, так и в Новом Завете, были благословлены сверх меры. Много лет назад мне пришлось научиться этому уроку при многих трудностях, когда я был в отчаянной нужде, в 70-е годы. И Бог проговорил ко мне. Мой долг составлял 2000 долларов. Я собирался жениться. Поехал во Флориду к своему будущему тестю Рою Хадену, через которого Бог сказал мне следующее. «Бенни, причина того, что ты в долгах, состоит в том, что ты не даятель». Это просто сразило меня. Я сказал, «Подожди-ка минутку, но я приношу даяние». Он задал встречный вопрос, «Сколько ты даешь?» Я ответил, «О, это между мной и Богом». Тогда он сказал, «Послушай, ты скоро станешь моим зятем, и это между тобой, мной и Богом. Так сколько ты даешь?» И он добавил, «Я хочу быть уверен, что муж моей дочери — даятель, или же ты не можешь взять ее в жены?» Мне это не понравилось. В конце концов он сказал, «Ты эмоциональный даятель, а эмоциональное даяние проклято Богом». Это расстроило меня еще больше. Но я был в долгах и знал, что так и есть. И далее он спросил следующее, я никогда этого не забуду, «Как давно ты спасен?» Я подумал, какое это имеет отношение. Это было в 1979 году, «А спасен я был в 1972 году». И я сказал ему, что был спасен в 1972 году. Тогда он сказал мне, «Знаешь ли ты, что Библия говорит, ты должен Богу 20% в качестве пени?» Я сказал, «Что?» Он ответил, «Ты никогда не был даятелем, потому что твое даяние было эмоциональным». Эмоциональное даяние не принимается так, словно его никогда не было. И добавил, «Если ты хочешь выбраться из долгов, то оплати Божьи счета, и тогда он оплатит твои счета». Я сказал ему, «Но Рой, мне надо оплачивать свои счета», а он ответил, «Оплати Божьи счета, а он оплатит твои». Спустя все эти годы, я все еще помню эти слова. Далее он добавил, «Возвращайся в Канаду, и прежде всего заплати то, что ты должен Богу». Я сказал, «Вы имеете в виду, что я должен вернуться и отдать Богу все, что я ему должен?» Он ответил, «Несомненно, ты должен Богу с того дня, как ты пришел ко спасению». Плюс 20% в пени. И он указал мне место из Ветхого Завета. Я никогда не видел его ранее. И он показал мне его. Он сказал, «Вот это место Бог говорит о 20% пени». И тогда я ответил, «Быть в долгу у Бога сложнее, чем быть в долгу перед государством». Он ответил, «Ты прав». «Послушайся Бога, и Он позаботится о тебе». Я был напуган и сказал, «Дорогой Господь, это плохая новость». Но по сути, это было хорошей новостью. Я вернулся в Канаду. У меня была секретарь, ее звали Мэриан Робинсон. Ей было под 60. Да благословит ее Господь. Я не думал, что мне, неженатому евангелисту, нужна была молодая секретарша. Поэтому я нанял пожилую женщину. И драгоценная Мэриан даже не умела печатать. Она печатала одним пальцем. Я сказал, «Мэриан, доставайте чековую книжку». Она вдруг занервничала и спросила, «Зачем?» Я ответил, «Я хочу быть послушным Богу». «Пошлите тысячу долларов Биллу Прэнкарду. Пошлите тысячу долларов Дэвису Мэйнсу. Пошлите тысячу долларов в это служение». Она перепугалась, взяла телефон и позвонила членам правления нашего служения. Приехали все девять членов правления, включаемые моего адвоката Иэна Пеллмана. Они спросили, «Что ты делаешь?» Я ответил, «Плачу по Божьим счетам». «Бенни, у тебя есть счета, которые необходимо оплачивать». «Бенни, ты обанкротишься». Я ответил, «Бог сказал мне оплатить прежде всего его счета». Один из них сказал, «Ты сошел с ума, я увольняюсь». В тот день семеро из них подали в отставку. И вот что они мне сказали, «Мы не хотим быть частью служения, которая оказалась в банкротстве во главе с сумасшедшим человеком». И ушли. Двое из них остались, Фред Браун и Фред Спринг. Драгоценный Фред Браун из Торонто уже тогда был пожилым человеком, его нижняя губа начала подергиваться. Я никогда этого не забуду. его нижняя губа тряслась вот так. Он сказал, «Ты уверен, что Бог сказал тебе?» Его губа тряслась. «Ты уверен?» «Я уверен, Фред. Я полностью уверен, что это Бог сказал мне это сделать». Он ответил, «Ну что ж, тогда я остаюсь с тобой». «Спасибо». Лицо бедного Фреда Спринга побагровело. Они оба были напуганы до смерти. Они не были уверены, что я на самом деле слышал это от Бога. Но я опустошил свой счет. Думаю, на нашем счету было около 20 тысяч долларов, и теперь мы его опустошили. Тогда я не думал. Мой долг составлял 200 тысяч, и я раздал 20 тысяч. Я посеял их. Это произошло в среду, в четверг и в пятницу я не появлялся в офисе. В субботу я также остался дома. В воскресенье я отправился в церковь. Бог свидетель, что я приехал туда на своем белом двухдвером пантиаке с красной крышей, и в моем кармане было 10 центов. Может, вы знаете, каково это, когда у вас в кармане всего 10 центов? Это все, что у меня было 10 центов. Мои счета были опустошены, и у меня было всего 10 центов в кармане. Я сидел в церкви Дэвид Старр, мой драгоценный пастор проповедовал, и мимо меня проносили блюда для пожертвований, в центре которого был маленький красный круг. И Господь сказал, «Отдай 10 центов». Я был шокирован. Господь сказал «Отдать последние 10 центов». Я сказал «Господь, ты, наверное, шутишь». В прошлую среду я отдал тебе тысячи долларов, но меня объяла обличающая сила Господа, так что я начал потеть. «Отдай 10 центов». Мимо меня проносят блюда, и у меня происходит внутренняя борьба из-за 10 центов. Удивительно, бывает проще отдать тысячи долларов, но эти последние 10 центов, это словно вся твоя жизнь. Ты ни за что не отдашь эти 10 центов. Я опустил руку в карман, и меня начало трясти, мои пальцы просто не могли отпустить эту монету. и в конце концов я отдал 10 центов, и было такое чувство, что вся моя жизнь была положена на то блюдо для пожертвований. В понедельник утром я появился в офисе. В воскресенье я приехал домой и плохо себя чувствовал. В бензобаке моего автомобиля уже почти не осталось горючего. От церкви до моего дома было полчаса езды. Я вернулся домой и чувствовал себя очень плохо. Ни денег, ни бензина. Было такое чувство, что моя жизнь окончена. На следующее утро я пришел в свой офис. Мне даже не хотелось там появляться. Я пришел в офис, и Мэриан просто сверлила меня взглядом. Вот так. Хорошо, что же мы теперь будем делать? И она сказала, о, здесь письмо от Билла Пранкорда. Я открыл конверт, и к своему удивлению там оказался чек на тысячу долларов. И там была записка. Господь сказал мне прислать тебе это. Я не знаю зачем, но я просто хочу быть Ему послушным. Но самый большой шок я получил, когда взглянул на почтовый штамп. Письмо было отправлено в ту самую среду, в тот самый день, когда я послушался Бога. И я подумал, Возможно, это от Бога, я не уверен, но что-то происходит И послушайте меня внимательно Чек за чеком, чек за чеком, чек за чеком Деньги начали приходить в наш офис Господь сказал мне, Господь сказал, Господь сказал И за шесть месяцев я погасил все долги Все долги, всего за шесть месяцев Вы можете себе представить, что Бог дает проповеднику 200 тысяч долларов в течение шести месяцев? Я избавился от долгов, и мне было трудно поверить Это в самом деле происходит Бог на самом деле отвечает на молитвы Рой, да благословит тебя Господь! Спасибо, Рой! И те семь членов правления пришли Ну, Бог и в самом деле с тобой Да Мы хотели бы вернуться Я ответил, нет Если вы не остались рядом со мной во время трудностей И когда Бог говорил ко мне Теперь я не нуждаюсь в вашей помощи Но я говорю вам, что Бог, которому мы служим Это Бог чудес и Его имя и Иисус Приготовьтесь, грядет благословение Еще прежде чем я начал учить сегодня, у вас уже есть вера Она уже в ваших сердцах Я не знаю, почему я отдал тысячу долларов Биллу Пранкарду Никто не просил меня об этом И до этого дня я удивляюсь, что смог отдать и тысячу долларов Но что-то во мне говорило Отдай тысячу, тысячу, тысячу За 20 минут я раздал 20 тысяч долларов Дай тысячу Хорошо, вот тысяча, еще тысяча, еще тысяча После чего я закрыл чековую книжку и сказал Я пошел домой Я уже был на дне И мне не оставалось никакого выбора Как только подниматься вверх И в то время я был вовлечен в судебное разбирательство Члены правления кричали на меня Я переживал огромное давление И мы собирали по два пожертвования на каждом служении Чтобы хоть как-то свести концы с концами Но у меня ничего не получалось Я сказал, мы все закрываем, я пошел домой И если мы будем банкротами, то такова воля Божия И я не знаю, что произойдет Когда в понедельник я пришел в офис Начали происходить чудеса Потому что когда к вам говорит Бог То Он вытащит вас Многие из делегатов огненной конференции Вышли вперед, чтобы посеять свой дар В размере тысячи долларов на дело служения Зная, что это семя веры Будет использовано для того, чтобы достичь потерянных И страдающих людей по всему миру Евангелием Иисуса Христа Несущим исцеление и спасение Прежде чем помолиться Пастор Бенни напомнил присутствующим Что их послушание является ключевым элементом к тому Чтобы находиться в правильном положении Пред грядущим переходом богатства Я хочу сказать вам То, что Бог сделал для меня Это правда Это произошло с этим человеком перед вами Когда все выглядело безнадежным Бог сделал свое дело И сделал больше, чем я мог бы помышлять Но суть в том, что важно иметь послушание Важно послушание Кто-то возразит Я не такой, как Бенни Хин Дело не в Бенни Хине Важно послушание Итак, будьте послушны Богу Евангелие — это Евангелие Некоторые из вас сидят на своем месте Если вы принесете свое приношение Бог говорит вам о некоторой сумме И вы просто повинуетесь Ему Пятьсот, двести, сто Сколько бы ни было Будьте послушны Богу Итак, поднимите ваши руки Возвысьте голос И молитесь во Святом Духе Здесь есть помазание Господь, я прошу тебя То, что ты сделал для меня много лет назад Сделай это и для этих людей Выведи людей из долгов Сокруши это проклятие Сокруши это рабство Люди не будут больше страдать и бороться Это ключевой момент Это день освобождения День освобождения Во имя Иисуса Сына Божьего Поднимите руки и прославьте Его Аминь Дома и на работе Будьте послушны Богу Будьте послушны Ему Где бы вы ни находились Не надо вести с Богом переговоры Не спорьте, я знаю, что вы не станете спорить Потому что вы слишком сильно любите Его Чтобы спорить с Ним Бог говорит к вам Потому что вы столкнулись с проблемой И обстоятельствами И пришло время быть послушным У меня обнаружили опухоль Размером в 10,5 сантиметров